Здравствуйте, дорогие первоклашки! Рада вновь вас приветствовать на уроке русского языка. Перейдем к теме нашего урока. Взгляните, пожалуйста, на экран, какую картину яркую, красочную мы видим. Как вы думаете, почему? Наверное, вы догадались, что эта картина связана с приходом весны. Мы с вами переходим к изучению раздела, который называется «Весенние деньки». Как вы догадались, все произведения в этом разделе будут связаны с весной или же то, что относится к весне. А теперь взгляните, пожалуйста, на эти две картины. На обоих картинах мама спит, а дочка сидит рядом. На первой картинке девочка тихонечко читает книгу, на второй играет со своими игрушками, но она не мешает сну матери. Почему мы заговорили об этом? Потому что сегодня, ребята, мы познакомимся с вами со стихотворением Елены Благининой, который называется «Посидим в тишине». Как вы догадались, посидим мы в тишине тогда, когда наша мама отдыхает. Готовы? Тогда открывайте свои учебники, и мы вместе приступим к изучению стихотворения. Мама спит, она устала, но и я играть не стала. Я волчка не завожу, а уселась и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой, а по маминой подушке луч крадется золотой. Как вы поняли, луч золотой – это лучик солнца, который попадает в комнату. В первой части стихотворения есть фраза «Я волчка не завожу». Волчок или юла – это игрушка, которая играет в дети. Чтобы не шуметь, девочка его тоже не заводит. Продолжим чтение стихотворения. И сказала я лучу, я тоже двигаться хочу. Я бы многого хотела вслух читать и мяч катать. Я бы песенку пропела, я б могла похохотать. Да мало ли я чего хочу, но мама спит, и я молчу. Как вы видите, ребята, лучик солнца тоже прислушался к мнению девочки и сказал, что не будут они шуметь до тех пор, пока мама спит. К тексту, ребята, есть два вопроса. Почему девочка отказалась от своих желаний? Наверное, вы уже поняли, что девочка отказалась потому, что мама ее спала, отдыхала. А когда мама отдыхает, спит, нужно соблюдать тишину, чтобы она смогла отдохнуть. И второй вопрос. Как вы думаете, почему она не ушла из комнаты? Этот вопрос вы должны обдумать сами и найти на него ответ. Я могу просто вам дать небольшую подсказку. Наверное, девочке просто захотелось сидеть рядом с мамой, даже если она спит. Прочитайте это стихотворение еще раз, можете выучить его наизусть. А мы переходим к изучению грамматического материала. Взгляните, пожалуйста, ребята, на эту картинку. Мы уже несколько уроков знакомимся с вами с шипящими согласными, с сочетаниями, которые образуют эти шипящие согласные, и с тем, как их нужно писать. Например, жи-ши, ча-ща, чу-що. Это мы уже знаем. А сейчас у нас новые сочетания. Щи-эн, че-ка, че-эн. Как вы видите, они прогоняют букву мягкий знак. Почему? Потому что эти сочетания пишутся без мягкого знака. В ваших учебниках есть правило. В сочетаниях че-ка, че-эн, н-че, ща-эн, н-ща мягкий знак не пишется. И это, ребята, нужно запомнить. Чтобы закрепить эти знания, мы сейчас выполним упражнение. Открывайте свои тетрадочки. И мы постараемся образовать слова, в которых встречаются эти сочетания. У нас есть образец. Дочь, дочка. Ласковое произношение. Давайте изменим точно так же слово ночь. Ночь будет ночка. И в первом, и в втором слове есть сочетание че-ка. Вторая пара слов. Конец, маленький, кончик. Фонтан, ласково будет фонтанчик. Здесь у нас сочетание н, че. Мощь, мощный. Сочетание че-эн. Овощ, овощной. Опять мы видим сочетание че-эн. Река, речной. Рука, ручной. Камень. Каменщик. Барабан, барабанщик. Давайте я подчеркну сочетание в этих словах. И вы запишите эти слова и тоже подчеркнете эти сочетания в своих словах. В словах дочка и ночка мы подчеркиваем сочетание че-ка. В словах кончик и фонтанчик в сочетании н, че. В словах мощный и овощной ща-эн. Речной, ручной че-эн. Каменщик и барабанщик. Сочетание н, ща. Подчеркиваем и запоминаем, что в этих буквосочетаниях мягкому знаку места нет. Ни в коем случае нельзя его там писать. Даже если мы слышим эти звуки мягко. На страничке 112, ребята, у вас есть упражнение под номером 3. Там нужно разгадать ребусы и записать получившиеся слова. Как вы догадываетесь, эти слова будут на изученные буквосочетания. Давайте постараемся разгадать эти ребусы вместе. Итак, у нас изображение гриба и рядом очки. Если мы к слову гриб прибавим слово очки, получается слово гри-бочки. Потому что слышим мы очки, а пишется очки. Запишем. В слове грибочки у нас есть сочетание ч-ка. Подчеркиваем. Переходим на второе слово. У нас есть слог ба и рядом стоит бочка. Складываем эти два слова. Получается бабочка. Записываем. И в этом слове у нас тоже сочетание ч-ка. Подчеркиваем. И, наконец, третье слово. Оно немного сложнее, чем первые два, но вместе мы справимся. На первом рисунке, ребята, у нас ласты. Это снаряжение для тех, кто плавает под водой. В слове ласты мы отбрасываем последнюю букву, так как в конце рисунка стоит запятая. У нас остается четыре буквы. Л, А, С, Т. Запишем. Второй рисунок – это удочка. В слове удочка у нас вначале две запятые. Это значит, что из слова удочка мы должны отбросить первые две буквы, то есть букву У и букву Д. Останутся буквы О, Ч, К, А. Запишем. А вместе мы прочитаем слово «ласточка». В этом слове у нас тоже есть сочетание ч-ка. Подчеркнем. Как вы видите, если, ребята, правильно читать ребусы, то их с легкостью можно разгадать. Для самостоятельной работы, ребята, я вам предлагаю выполнить упражнение 2 на страничке 112. Здесь нужно списать слова и подчеркнуть изученные сочетания. С одним из слов составьте и запишите предложение. Давайте вместе разберем это упражнение, а потом вы его запишите. Молочный, пончик, гонщик, овощной, цветочный, одуванчик, каменщик, хищный, вечный, помощник, погонщик и батончик. Надеюсь, вы сможете в этих словах подчеркнуть буквосочетание. В слове молочный мы видим сочетание ч-эн. В слове пончик мы видим уже сочетание н-ч. Точно так же вы продолжите работу над этим упражнением. А наш урок подошел, ребята, к концу. Давайте подведем итог и вспомним, что сегодня мы познакомились со стихотворением Елены Благининой. Посидим в тишине. Вы можете выучить это стихотворение наизусть. А также познакомились с новыми сочетаниями шипящих ч-к, ч-н, н-ч, ща-н и н-ща. Нужно помнить, что в этих буквосочетаниях нет места мягкому знаку. Они пишутся без мягкого знака. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие первоклашки! Рада вас вновь видеть! Тема нашего сегодняшнего урока называется «Связь, сложение и вычитание». Давайте посмотрим на экран. Пообсуждаем информацию, данную на экране. Всего дети вырыли 14 ямок, чтобы посадить красные и белые цветы. Теперь, какое количество каждого из цветков можно посадить? Сколько красных и белых цветков надо посадить, чтобы их количество было равным? Давайте это наглядно с вами проделаем. Итак, дорогие друзья, по условию нам сказано, какое количество красных и белых цветов дети могут посадить в эти ямки. Я приготовила 14 палочек. Итак, давайте разберем с вами. Если мы одну палочку переставим в левую сторону, то у нас получится одна палочка в левой стороне, 13 палочек в правой стороне. Значит, могут посадить один цветок белого цвета, 13 цветков красного цвета, или наоборот. Теперь мы две палочки переставим. Получается 2, а в этой части у нас 12. Еще одну палочку переставим. Получается 3, 11. Еще переставим палочку. 4 и 10. Еще одну палочку переставляем. Получается 5 и 9. Теперь 6 и 8. Еще одну переставим. Получаем 7 и 7. По условию нас спрашивали, какое равное количество цветков дети могут посадить. Как видно наглядно, дети могут посадить 7 красных и 7 белых цветков. Дорогие друзья, итак, целые и его части в тройке чисел связаны между собой сложением и вычитанием. Давайте посмотрим. Число 16 представили как части 9 и 7. Число 16 представили в виде тройки чисел. Часть 9, вторая часть 7. Также составили 4 примера. Давайте посмотрим. 9 плюс 7 получим 16. Затем к 7 прибавим 9, тоже получаем 16. Затем из 16 вычтем 9, получим 7. Из 16 вычтем 7, получим 9. Давайте составим примеры на связь сложения и вычитания. Рассмотрим образец. Целые у нас 14. Представили в виде частей 8 и 6. 8 плюс 6 получим 14. 6 плюс 8 тоже равно 14. 14 минус 8 получим 6. 14 минус 6 получим 8. Давайте теперь составим примеры самостоятельно. Итак, у нас целое равно 12. В виде каких чисел представили нам 12? Давайте посчитаем. 4, 4, 8. Запишем число 8. А в правой части сколько точек? 4 точки. Значит, запишем пример. 8 плюс 4. Получим 12. Меняем слагаемые местами. Получаем 4 плюс 8 равно 12. Запишем примеры на вычитание. 12 минус 8 равно 4. 12 минус 4 равно 8. Составим следующие примеры. У нас число 16. Сколько точек в левой части? 4, 8, 10. 10. А в правой части 6. 10 плюс 6 равно 16. Затем 6 плюс 10 равно 16. 16 минус 10 равно 6. И 16 минус 6 равно 10. Теперь выполним следующее задание. Составьте примеры на связь сложения и вычитания. Целые 15 части 6 и 9. Запишем примеры. 6 плюс 9 равно 15. 9 плюс 6 равно 15. Теперь составим два примера на вычитание. 15 минус 6 равно 9. 15 минус 9 равно 6. Целые 12 части 5 и 7. 5 плюс 7 равно 12. 7 плюс 5 равно 12. 12 минус 5 равно 7. 12 минус 7 равно 5. Все верно, ребятки. Молодцы. Для третьей тройки чисел примеры, думаю, вы самостоятельно сможете составить и записать. Ну, а мы смотрим дальше. Ну, мы продолжим с вами. Определите числа в пустых клетках. 10 плюс 4 равно 14. 4 плюс 10 равно 14. Затем 14 минус 4 равно 10. 14 минус 10 равно 4. Затем к 6 надо прибавить неизвестное число, чтобы получить 13. Как видно из следующего примера, недостающее число это число 7. 6 плюс 7 равно 13. 7 плюс 6 равно 13. 13 минус 6 равно 7. И 13 минус 7 равно 6. Оставшийся пример решите самостоятельно. Третье задание. Выберите тройку чисел, составляющих целые и его части. Используя тройку чисел, составьте примеры на сложение и вычитание. Давайте с вами найдем три числа, которые составляют тройку чисел. 7, 8, 10 и 15. Конечно, если мы к 7 прибавим 8, то получим 15. Значит, нужные нам три числа, это числа 7, 8 и 15. Используя эти три числа, давайте запишем всевозможные примеры. 7 плюс 8 равно 15. 8 плюс 7 равно 15. 15 минус 7 равно 8. 8, 15 минус 8 равно 7. Итак, найдем с вами следующую тройку чисел. 5, 9, 12, 14. Конечно, если мы к 5 прибавим 9, то получим 14. Значит, нужные нам числа, это 5, 9 и 14. Выпишем эти числа. А теперь составим примеры. 5 плюс 9 равно 14. 9 плюс 5 равно 14. 14 минус 5 равно 9. 14 минус 9 равно 5. 15 минус 9. 15 минус 7. Найдем следующую тройку чисел. 7, 18, 8 и 10. Конечно, это числа 18, 8 и 10. Используя три этих числа, можно составить 4 примера. 2 на сложение, 2 на вычитание. Предлагаю вам это сделать самостоятельно. Ну а мы смотрим дальше. Итак, если на каждой чаше весов будет равное количество одинаковых предметов, то чаша весов уравновесится, говорит нам умный цыпленок. Давайте посмотрим. Итак, если взять с правой чаши 3 кубика, то чаша весов уравновесится. Что мы видим с вами? В левой чаше весов красные кубики. Сколько их? 8. А в правой чаше весов сколько кубиков? 11. Чтобы они уравновесились, надо взять с правой чаши весов 3 кубика. Что и сделали, зачеркнули эти 3 кубика. Таким образом, 8 равно 11 минус 3. Получили 8 красных кубиков и 8 синих кубиков. А теперь умный цыпленок предлагает вам подумать и ответить на вопрос. Как можно уравновесить чаши весов, добавив кубики? Запишите в виде примеров. Давайте с вами подумаем. Если у нас красных кубиков 8, синих кубиков 11. Как можно уравновесить чаши весов, добавив кубики? Конечно, мы должны красным кубиком добавить еще 3 кубика. Таким образом, 8 плюс 3 равно 11. Чаши весов будут друг другу равны, то есть уравновешены. Сколько кубиков надо добавить или убрать, чтобы уравновесить чаши весов? Вставьте пропущенные числа. Посмотрим внимательно. Мы с вами видим в левой части 12 кубиков, в правой части 5 кубиков. Сколько кубиков надо убрать, чтобы весы уравновесились? Верно, ребятки. Надо убрать 7 кубиков. Зачеркнем эти 7 кубиков. И запишем сюда число 7. 12 минус 7 равно 5. Значит, 12 равно 7 плюс 5. Дальше смотрим. У нас 9 кубиков в левой части, а в правой части 15 кубиков. Чтобы чаши весов уравновесились, необходимо что сделать? Добавить к 9 кубикам сколько кубиков? Подумали? Правильно, ребятки. И надо добавить еще 6 кубиков. Добавим эти кубики и запишем недостающее число. 9 плюс 6 равно 15. А значит, 9 равно 15 минус 6. Посмотрим на следующий рисунок. Итак, у нас в левой части мы видим 17 кубиков, а в правой части 10 кубиков. Сколько же кубиков надо убрать, чтобы чаши весов уравновесились? Верно, надо забрать 7 кубиков. Зачеркнем эти 7 кубиков в левой части. Получаем 17 минус 7 равно 10. А значит, 17 равно 7 плюс 10. Откроем рабочие тетради на страничках 29 и выполним задание номер 1. Запиши примеры на связь вложения и вычитания. Мы с вами видим число 11. Целое у нас 11. В виде каких чисел представили целое? Как мы с вами видим, у нас точечки. На зеленом прямоугольничке у нас 6 точек, а на желтом прямоугольничке 5 точек. Какой пример можно записать? Верно, 6 плюс 5 равно 11. Еще какие примеры можно записать? Правильно, 5 плюс 6 равно 11. Теперь запишем два примера на вычитание. 11 минус 6 равно 5. 11 минус 5 равно 6. Составим следующие примеры. Целое у нас 15. Отчасти посмотрим, сколько у нас точек. 5 и 5. А в правой части 5. 10 плюс 5 равно 15. 5 плюс 10 равно 15. 15 минус 10 равно 5. 15 минус 5 равно 10. Последний пример составите и запишите самостоятельно. На этом, дорогие друзья, наш урок подошел к концу. Я думаю, сегодняшний урок вы все хорошо усвоили, и поэтому предлагаю вам в рабочих тетрадях на страничке 29 выполнить самостоятельно номера 2 и 3. Ну, вам желаю всего хорошего. Встретимся на следующем уроке. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня с вами встретились на очередном уроке «Познание мира». Наша сегодняшняя тема называется «Одежда и здоровье». Давайте с вами пообсуждаем, как связаны эти два слова. Посмотрим на экран. Итак, нам говорят, одеваясь, соответственно, погоде, мы бережем свое здоровье. Вы согласны с этим мнением, ребятки? К сожалению, я не слышу вашу ответу, но я уверена, что вы согласны с этим мнением. Давайте посмотрим на наши ключевые слова. Наши сегодняшние слова – это «Погода и одежда». Ребятки, как вы думаете, как связаны эти два слова? Конечно, они связаны. Как мы сейчас с вами разберем? Расскажите, что вы видите на картинке, и что изменится на картинках в зависимости от погоды. Ребята, прежде чем разобрать, что мы видим на картинках, давайте вспомним, что такое сезоны. Правильно, у нас четыре сезона, то есть четыре времени года. Давайте с вами вспомним название этих времен года. В данный момент, ребятки, какое у нас время года? Правильно, у нас весна. А после весны что наступает? Конечно, время года, которое любят все дети, потому что наступает лето, а летом, вы знаете, летние каникулы. Можно поехать на море, позагорать, покупаться, отдохнуть. Конечно, ребятки, правильно. После лета что наступает? Да, после лета наступает осень. А осенью детки идут в школу, начинается учебный год. Осенью также еще какие явления происходят? Ребятки, вспомним. Осенью часто идут дожди, начинается листопад. Погода постепенно холодеет. И, конечно, после осени у нас наступает какое время года? Верно, зима. Зимой у нас тоже бывает очень холодно. И, конечно, в зависимости от этого мы с вами одеваемся. Правильно, ребятки? А теперь давайте разберем, что мы видим на картинках. Итак, на первой картинке что мы видим? Как падают листочки, дети одеты в плащи. Также у детей зонтики в руках. А значит, по картинке видно, какое время года на этой картинке? Конечно, осень. На следующей картинке мы видим, как дети сидят, играют. Кто-то пускает воздушного змея, кто-то с мечом играет, кто-то тележку возит. Дети одеты легко. Значит, какое время года, как вы думаете? Конечно, это лето. Правильно, ребятки, молодцы. Значит, в зависимости от погоды что меняется? Как видно по картинке, в зависимости от погоды меняется одежда детей. Правильно, ребятки? Вот мы с вами и пришли к тому, как связаны термины погода и одежда. В зависимости от погоды мы с вами выбираем одежду. То есть, если жарко, мы одеваемся легко. Если холодно, мы одеваемся тепло. Давайте посмотрим на следующий слайд. Объясните, почему ребята так одеты? И как вы думаете, почему мы должны одеваться по погоде? На этой картинке какое время года? Ну-ка, вспомним. Правильно, зима. Зимой, как видно на картинке, очень много снега выпало. Правильно, что стали делать ребятки, дети? Сразу стали лепить снеговика. Ведь когда у нас тоже в Баку пошел снег, вы тоже все спустились на улицу и стали лепить снеговика. Верно, ребятки, играли в снежки. Также дети на картинке. Кто-то на лыжах, кто-то на санках, кто-то лепит снеговика. А почему они так одеты, ребята? Конечно, потому что холодно. Поэтому на них шапках, шарфы, валенки, перчатки. Ребята, почему же надо одеваться по погоде? Давайте подумаем с вами. Подумали? Конечно, по погоде надо одеваться для того, чтобы не заболеть. Давайте теперь поработаем над следующими картинками. Соедините картинки в соответствии с погодой. Что мы видим на первой картинке? Дождь идет, молния, гром. А значит, как вы думаете, какой из трех нижних рисунков мы соединим с первой картинкой? Догадались? Если идет дождь, значит, нам нужен зонтик. Правильно. Вот наша подсказка. Соединяем. На следующей картинке мы видим, как идет снег. Если идет снег, нам нужны, конечно, теплые пальто, варежки, сапожки. Мы соединяем это со второй картинкой. На третьей картинке мы видим солнышко яркое. Конечно, если светит солнышко, мы надеваем панамку, шляпку, маечки, шортики, босоножки, сандалики. Соединяем. Смотрим дальше. Какие времена года изображены на картинках? Напишите их название и перечислите подходящую к этому сезону одежду. Ребятки, посмотрите. На первой картинке мы видим, как идет дождь, падают листья, если есть листопад, если идут частые дожди. И, соответственно, погоде одет наш персонаж. Значит, это какое время года? Правильно догадались. Это осень. Запишем осень. На следующей картинке мы видим, как загорают море, солнце, зонтик, чтобы солнышко не припекло. Значит, это какое время года? Правильно, это лето. Запишем лето. А теперь давайте выясним. На основе картинки расскажем о погоде. Какой будет погода завтра? Если мы внимательно посмотрим, то мы видим, что утром солнечно, а вечером дождливо. Значит, погода. Утром можно одеться полегче, но вечером обязательно надо надеть теплую одежду, потому что будет дождь. И обязательно надо взять с собой зонтик. Верно, ребятки? А теперь давайте с вами выясним кое-что очень важное. Ребятки, солнце это, конечно, хорошо. Несмотря на пользу солнечных лучей, летом в определенные часы дня необходимо их избегать. Потому что это может привести к чему? К солнечному удару, ребятки. Солнечный удар очень опасен. И если человек получил солнечный удар, его необходимо уложить в прохладном помещении. Необходимо его обложить кубиками льда, положить на лоб влажную тряпочку, дать попить. И обязательно вызвать врача, обязательно вызвать скорую помощь. Ребятки, и поэтому в солнечное время избегайте прямого попадания солнечных лучей. Слишком долго находиться под солнцем тоже очень опасно. Итак, ребятки, ежедневно, когда вы выходите из дома, очень важно одеваться по погоде. Мы с вами это уже выяснили. Тем самым вы защищаете свое здоровье. То есть летом, соответственно, должны одеваться. Весной, соответственно, одеваться. Осенью, зимой тоже одевать соответствующую одежду. Это надо делать обязательно, ребятки, для того, чтобы не заболеть. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо. И чтобы у нас все было хорошо. Ребятки, на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Я надеюсь, вам все было понятно. И теперь вы обязательно будете одеваться соответственно погоде. Ну, а я с вами прощаюсь. До свидания. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин